Повышение правовой грамотности населения. Когда каждый новый день ознаменован очередной инициативой в интересах людей и во благо страны. Когда увеличиваются и совершенствуются основополагающие документы и законы. Такие мероприятия набирают большую актуальность. Адрес очередных Туракурганский район на Манганской области. Более подробно в нашем следующем материале. Махалинский сход граждан Исфахон. Здесь проживают около 500 тысяч жителей. Он считается одним из самых благоустроенных в Туракурганском районе. В рамках мероприятия дня профилактики состоялась встреча руководителей секторов, активистов Махали и общественности. В первую очередь затронули в ходе разговора изменения в законодательстве. Суть и масштаб проводимых реформ в стране. Спрашивали ответственные лица у людей, что их волнует, как помочь. Это был открытый диалог. Махали расположена на территории сектора, за который ответственен прокурор. И здесь же проведена презентация о проделанной на вверенной территории работе по прочерченным дорожным картам развития. Обращения граждан не остались без внимания. Вот. Бахадар Сабиров в начале прошлого года изъявил желание заняться пчеловодством. Благодаря оказанной помощи сегодня он достиг своей цели 20 пчелиных семей, приносящих 5 миллионов сумм прибыли в месяц. Неплохое начало. И таких примеров много. В прошлом году 45 семьям были выделены льготные банковские кредиты. Акмальжон Сабиров, к примеру, благодаря финансовой поддержке создал на своем производстве еще 40 новых рабочих мест. Я взял кредит в банке по совету районного прокурора в размере 7 миллионов сумм для создания теплицы. И я начал выращивать лимон здесь. Как вы сами видите, лимоны уже зеленые и они хорошо послевают. Я очень радуюсь, когда смотрю на них. Планирую в этом году получить прибыль до 15 миллионов сумм. В этот же день была изучена и посещаемость, и успеваемость учащихся профессионального колледжа сельского хозяйства района. Если повысится правовая грамотность населения, если будет больше таких успешных начинаний наших соотечественников, а молодежь будет воспитываться на лучших примерах, тогда будет достигнута максимальная эффективность профилактики. Продолжение следует...